Привычки Меня часто спрашивают, какие привычки присущи успешным людям, что обычно делают успешные люди каждый день, и что позволяет им быть в топ-20% людей, зарабатывающих деньги в нашем обществе. Аристотель как-то сказал, что 95% всего, что вы делаете, является результатом привычки. Поэтому первое правило состоит в том, чтобы выработать правильные привычки и сделать их своими хозяевами, чем позволять формироваться плохим привычкам. Другое правило гласит, что хорошие привычки трудно выработать, но с ними легко жить, тогда как плохие привычки выработать легко, но вот жить с ними трудно. Одним из переломных моментов в моей жизни и в моих психологических исследованиях стало открытие того, что все привычки можно как приобрести, так и отучиться от них. Но на самом деле вы не отучаетесь от привычки, а просто заменяете плохую привычку хорошей, обладающую большей силой. А как вы развиваете хорошую привычку? Вы ее развиваете с помощью повторения. Почти все, что вы делаете, начиная с самого утра, является привычкой. Поэтому подумайте, какими привычками было бы лучше всего обладать. Я написал книгу под названием «Привычки на миллион долларов», которая содержит 12 глав, 12 различных областей жизни. Поэтому позвольте поделиться с вами несколькими лучшими привычками. Привычка номер один – это ежедневная постановка целей и ориентирование на них. Что это значит? Это значит, что перед тем, как лечь спать, подумайте о своих целях на следующий день. Пишите список всех целей на каждый день. Те небольшие цели, которые вы собираетесь выполнить в течение дня. Ведите дневник и записывайте туда все свои цели. Когда вы едете на машине, думайте о своих целях. Когда вы общаетесь с другими людьми, думайте о своих целях. Вы становитесь тем, о чем думаете большую часть своего времени. Вы достигаете того, о чем думаете большую часть своего времени. Поэтому все успешные и все богатые люди большую часть своего времени думают о своих целях. Вторая привычка – ориентируйтесь на результат. Люди, которые ориентированы на результат, постоянно думают о самых важных вещах, которые они могут сделать прямо сейчас, чтобы добиться самых важных результатов Успешные люди составляют список всего, что они должны сделать, и прежде чем начать работать, расставляют приоритеты Вот один отличный способ, который поможет начать ориентироваться на результат Когда вы составите список на день, спросите себя, если бы я мог выполнить только одну задачу, прежде чем я уеду из города на целый месяц, какую бы из этих задач я бы точно хотел закончить? Обведите ее кружочком и сразу же начинайте выполнять именно это задание А затем приучите себя работать без остановки до тех пор, пока не выполните эту задачу Этот простой способ позволяет людям по всему миру достигать своих целей уже на протяжении, по крайней мере, ста лет Определите, какая задача для вас наиболее важна Принимайтесь за ее выполнение и приучите себя работать до тех пор, пока эта задача не будет выполнена Еще одна привычка, и это начать ориентироваться на людей Вам следует осознать, что все, чего вы достигнете в жизни, будет сделано при поддержке или сотрудничестве с другими людьми Всегда думайте о том, чего хотят другие люди от меня И как я могу помочь другим людям, чтобы потом они захотели помочь мне Если вы занимаетесь торговлей, хватит думать о продаже Успешные люди постоянно думают о своих покупателях Кем являются их клиенты, чего они хотят, и как им можно помочь, и какую помощь можно предоставить уже сегодня Во взаимоотношениях успешные люди сосредоточены на самых важных людях в своем мире Как в личном, так и в деловом Еще одна привычка, и это ориентироваться на здоровье Думайте о своем здоровье большую часть времени Думайте о том, чтобы питаться меньше, но при этом полезнее Думайте о ежедневных физических упражнениях Думайте о том, чтобы получать достаточного отдыха Помните, что для достижения успеха в нашем мире вам потребуется очень много энергии А чтобы иметь много энергии, вы должны хорошо питаться, много отдыхать и все время заниматься спортом Одни из самых главных привычек затрагивают характер и честность Вы должны всегда говорить правду И последняя привычка касательно характера – это самодисциплина Об этих темах я говорю и пишу уже многие годы Но самодисциплина кажется для меня базовой привычкой, которая делает возможными все остальные Лучшее определение самодисциплины можно сформулировать так Самодисциплина – это способность заставить себя делать то, что должен, когда должен Независимо от того, хочешь ты этого или нет Любой может сделать что-то, если ему это хочется А вот если вы не хотите, но все равно делаете То вы постепенно развиваете самодисциплину, которая делает возможным все остальное Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok